всем привет с вами Маша Смолот сегодня я буду показывать как вырезать пешку для шахмат пиратская тема вот но также все фигурки связаны будут с черепами с различной пиратской атрибутики я уже готова пешечка использовать я буду ножи для грубой обработки дерево будет липа скажем так это такой прототип будет у меня есть карельская береза которые поляшком приперла несколько лет назад домой она сушилась на балконе вот сейчас она высохла в принципе можно будет попробовать предварительно я делала эскизы сначала я хотела викингов делать потом оказалось почитав историю я узнала что у викингов так как раз таки не было рогов на шлемах и поэтому шлема у них такие были простенькие какие-то несуразные и я подумала что не буду я связываться с викингами потому что найдутся всякие историки которые мне потом будут что-то потом тыкать вот поэтому я решил сделать пиратов был подбор главных уборов наш которым делаем пешечка бандана это король король будет бороды потому что ему надо быть выше всех ну а проблема с конем я очень долго думала сначала хотела череп коня потом подумал что пираты и кони это не то потом я подумал что можно сделать морского коня но в нем столько косточек что я просто заколебусь все вырезать и подумал что я сделала такую стилизованную рыбу она будет форме такой немножко изогнутой и поэтому будет как бы аутентично я сейчас придерживаюсь того варианта что лучше придумывать самой и исполнять нежели брать какие-то идеи из интернета поэтому такая небольшая зарисовочка была по размерам вот пока не знаю как это все будет потому что редко когда эскиз падает уже с конечным результатом хотя вот пешечка вполне себе как я уже говорила работать я буду ножами но впоследствии обработка будет бормашинками работать мы будем от угла потому что так намного проще и понятнее как лепить форму сейчас прежде чем мы начнем я хочу немножко сказать о безопасности друзья не забывайте о том что ножи очень острые для резьбы необходимо как-то себя защищать на эту руку вот такая перчатка она защищает от скользящих на этот пальцем я надела кожаный напальчник потому что вчера я переусердствовала в общем-то целый день я резала эти черепушки конец дня я уже устала и в итоге у меня вот этот череп вылетел то есть я резала на себя но не докрутила точнее не то что не докрутила я как бы не ожидала что у меня сделается вот так естественно наш продолжил движение но я себе пропахала немножко вот ну чтобы не пугать вас зеленым пальцем просто один напальчник ну посмотрим как как мне это будет будет ли мне это мешать вообще вроде не мешает вот не забывайте о защите и вообще будьте аккуратнее делайте перерывы между резьбой потому что все таки внимание теряется и в общем то я еще легко отделалась наш прототипчик также у меня есть пластиковый череп для наглядности и я на него смотрю кучу под определенным углом когда мне нужно что-то узнать пластику что проходит куда и так далее не знаю сколько мне надо черепов чтобы я уже наизусть их делала но пока у меня четвертый или пятый еще не совсем а еще вот что хотела сказать что человеческие черепа ну как эти черепа всех остальных они не бывают одинаковыми то есть они все разные то есть есть какие-то определенные общие характеристики костей строение этих костей но всякие расстояние между ними толщина выпуклость надбровных дуг форма самого черепа она у всех разная поэтому я не буду стремиться прям к копии но это как бы не получится вот и это не будет косяком каким-то потому что всем разные все черепа разные и главное будет соблюсти только цвета черное и белое и тему то есть если у нас пешки без нижней челюсти в бандане значит они все все 12 будут все 12 будут подобны друг другу но не стопроцентная копия я за этим не гонюсь так ну что приступим начнем мы с угла нам нужно разделить нашу часть на пополам примерно я на глаз себе делаю отметку это расстояние от делим кусок на две части от зубов до бровей и все остальное выше делим это напополам сейчас нам нужно сформировать нос мы помним что вот эта линия это линия начала бровей бровных надбровных дух мы просто делаем такой в-образный рез вот если бы мы делали лицо человека эту часть мы это ребро мы могли бы использовать как нос ребро носа но так как самого нос у нас нет нам нужно во первых углубить это а во вторых немножко убрать вот это все потому что иначе нам не хватит вот этой вот плоскости здесь на глазницы поэтому мы смело убираем теперь нам нужно сформировать собственно сам нос подрезаем с двух сторон чтобы он был немножко поострее снимаем здесь еще самое главное забыла знаете что заправить ножик перед каждой резьбой на пасти боя нужно править свой резец дальше как только мы сформировали этот уголок нам нужно утопить саму дырку мы делаем так же 1 2 ну вот собственно сформировано наше основание носа дальше вот это уже будет верхняя челюсть мы ее потом закруглим так что же дальше здесь у нас брови так вот идут мы их тоже немножко обозначим а здесь нам нужно сделать лоб то есть он у нас идет вот так поэтому нам надо его будет сейчас вот эту часть всю снять но для начала сделаем брови тоже небольшое можно сначала делать только наметки иначе потом вы можете снять слишком много и уже будет промалебантично вернуться а точнее невозможно оставили небольшой участочек для бровей а теперь вот эту часть мы снимаем еще немножечко верхнюю челюсть вот такой профиль у нас получился давайте немножко срежем уши давайте немножко срежем уши они не нужны совершенно так также старайтесь делать все симметрично чтобы потом не потерялись то есть вот я сняла с одной стороны и я столько же снимаю с этой стороны чтобы было все симметрично иначе потом будет тяжело вот обрубочек у нас получился прям франкенштейн не иначе теперь я хочу закруглить немножко вверх давайте дальше формировать уже лицо нам нужно немножко сузить нос и уже формировать глазницы это у нас брови на что мы от бровей уж конечно проводится соблюдали симметрию но мы помним что внутренняя часть глазниц она немного утоплена по отношению с внешней частью глазниц поэтому мы делаем еще один рез и уже вот здесь то же самое с этой стороны теперь нам нужно выйти вот на эти плоскости это я считаю самое сложное вот но мы будем стараться так так как с глазницами мы уже определились нам надо их ограничить ограничить внешними сколовыми костями сейчас будем формировать височную долю и сразу же скулу значит она у нас идет таким уголком и немножко сужается уху еще один такой момент эта часть намного уже чем вот это то есть у нас было не лобные бугры затолочные бугры они на разном уровне находятся так что это учитывайте пожалуйста тогда у вас результат получится более реалистичный так потихоньку постепенно я снимаю лишнее смотрю на прототипы и формирую плоскости череп имеет немного носовидную форму здесь вот на макушке Здесь вот видно. Поэтому стараемся привести к такой форме. Видно, что вот эту часть надо снимать. Здесь я сейчас сильно не буду снимать, я это потом стешу все бурмашинкой. Ну а в целом, пространство между бровями нужно порезать, делаем небольшое. Пиливать можно любым доступным вам способом. У меня сейчас... Смотрите, насколько больше сейчас размер, чем нужно. Вот, но я оставила специально, потому что сейчас я буду все это снимать бурами. А именно, у меня есть дремель 3000 с насадками, с различными насадками, потому что у меня есть целый вагон их разной зернистости. Вот, но в основном я буду использовать шарошки с наждачной бумагой для грубой 80, потом у меня есть 320 и еще есть 600 для полировки. Сейчас мы будем одевать самую ядреную, 80. Конечно, вы можете продолжать, у кого нет бормашинки или кто против бормашинок. Я все понимаю, на каждом на вкус и цвет. Мне нравится работать бормашинкой. Именно каких-то миниатюр. Вот, поэтому я считаю, что бормашинками тоже можно работать, нужно им работать, потому что у меня есть дремель 3000 и есть еще стронг 204. Эта шарошка очень агрессивная, поэтому надо все делать аккуратно. И как вы заметили, я сняла всю свою защиту, потому что если намотает перчатку, то как бы будет вообще неприятно, очень неприятно. Здесь можно рассчитывать только на свою осторожность, аккуратность и следить за своими движениями. Этот палец у меня уже зажил, но если кто смотрел предыдущее видео, там я себе бором так хорошо пропахала. Но, правда, это был первый раз, когда я так сильно себе поранила именно бором, потому что я резала клен, а он безумно твердый. И даже бор его достаточно так вяло брали, поэтому я сильно нажала, опять же у меня заготовка вылетела из рук и я пропахала все пальцы. Да, конечно же, я тут говорю про защиту и сама забыла о том, что нужно напялить намордник и очки. И так далее. И так далее. Возвращение клене. Приступление клене. Возвращение клене. Осталось отполировать. Сейчас я полирну еще шестисоткой шарошкой и вручную останется уже довести до взбески. Вот такой. Ну вот, пожалуй, и все. Такая теряпушка у нас получилась. Специально началась пешка, потому что они самые легкие. Следующая, значит, будет ладья. Всем спасибо за просмотр и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok